Жительница Одинцова Елена вместе с сыном, ему 29, одной из первых пришла в новый мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, открывшейся на втором этаже торгово-развлекательного центра по адресу улица Говорова 163. В ее близком окружении никто не болел, однако несколько случаев заболеваний, даже с летальным исходом, были у знакомых Елены. А друзья сына уже сделали прививку, поэтому вакцинацию и он не стал откладывать. Да не хочется болеть, наверное, это вот уже возраст не тот, чтобы попадать туда, в общем-то. И как бы поверила, наверное, что посмотрела вокруг и поэтому решила сделать. Это уже четвертый мобильный пункт вакцинации от коронавируса на территории Одинцовского городского округа. Чтобы привиться, пациенту в возрасте от 18 лет необходимо принести с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сделать ксерокопию документов и объяснить, как заполнять добровольное согласие на вакцинацию помогут волонтеры. После этого обязательный осмотр врача, который измерит давление, уровень сатурации, насыщенности крови кислородом и внимательно изучит возможные противопоказания к прививке. Так с осторожностью стоит делать прививку людям с хроническими заболеваниями, старшему поколению и гипертоникам. Желающих очень много, но мы смотрим на их здоровье сначала, как они соответствуют или не соответствуют. Есть ли показания, противопоказания для этого. Те люди, которые заболели, острые заболевания, которые в этом периоде люди болеют, мы им тоже, вот сейчас я одного не пропустила, потому что у нее была, ну недавно заболела она, острый период. Поэтому я сказала, придете через неделочку, как у вас все пройдет, утихнет, мы вам все сделаем. Только после того, как врач даст допуск, пациент сможет пройти в помещение, где медсестра поставит прививку с вакцины «Спутник Ви» и выдаст соответствующий сертификат. Новый мобильный пункт вакцинации в Одинцове будет работать два раза в неделю по выходным. С двух часов дня до шести вечера. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.